Я очень счастлива видеть вас здесь. Спасибо. Уважаемая Вера Васильевна, очень интересно узнать, а как вы начали учиться музыке? И почему именно из всех инструментов вы выбрали фортепиано? Я выбрала? Я ничего не выбирала. Отвечу. Это было очень давно, но я, конечно, помню это. Все шло от матери, потому что мама училась в Московской консерватории, а затем она была первоклассным педагогом детской музыкальной школы, таким высокого ранга педагогом, которого очень любили. И она прекрасно в этом разбиралась. И, естественно, хотела меня тоже учить музыке. Но меня интересовали только книжки. Я очень много читала. Это был такой, ну, своего рода наркотик детский. Я маленькая уже вытаскивала у нее из-под подушки, там, Викторию Гамсону. Я пробовала книги, которые у меня были не по возрасту. В общем, о музыке от меня, ну, вот как сказать, ничего не шло от меня. Мама решила проверить мне слух. Первое, с чего начинается все, да? Но она все-таки не совсем доверяла себе, и поэтому она повела меня к первоклассному педагогу тоже детской музыкальной школы. Вот они стали вместе проверять мой слух. А слух проверяют. Сейчас от этого, кстати, немножко отказались. Дают мелодию. Девочка, спой мелодию. А у меня ноль контакта между голосом моим. Я ничего спеть не могу. Она говорит, педагог, Лена, маму звали Лену Львовну. Лена, оставь ее в покое. Ну, совершенно ясно, что у нее просто вот нет слуха. И мучить ее незачем. И мама успокоилась. И так было до семи лет. Мне было семь лет, когда это случилось. А случилось следующее. Мама вернулась из школы раньше, чем я ее ждала. Она неслышно открыла дверь. И в передней услыхала звуки. Она стала прислушиваться. А я в отсутствие мамы с удовольствием подбирала на рояле всякую музыку. Конечно, я подбирала музыку, которая слышала по радио. А по радио звучало, что, например, тогда? Кинофильм «Петер», где играла главную роль Франческа Галь, знаменитая немецкая актриса. И там звучало танго. И поэтому то, что я подбирала, звучало примерно так. Конечно, я попытаюсь играть, как играла семилетняя девочка. То есть выглядело, наверное, так. А самым главным было не только то, что я подобрала мелодию, а то, что я играла с левой рукой. То есть я и гармонию подобрала правильно. И тут мама поняла, что меня надо бы научить. Я обрыкалась, как могла. Я совершенно не собиралась быть ученицей школы. Дальше были тоже фокусы. Фокусы очень забавные и смешные. Сейчас их вспоминать весело. У меня была чудесная учительница. Ее звали Екатерина Клавдовна Николаева. Замечательная. Я ее вспоминаю как очень большую личность. Яркая, такого цветаевского темперамента. Ну вот, она мне задает, например, выучить фа-мажорную снатину Бетховена. А я-то хорошо знала детский репертуар, потому что мамины ученики все приходили домой. И играли. И я все, что они играли, легко могла подобрать. Значит, вместо того, чтобы взять ноты в библиотеке и принести грамотно на урок, я просто ее подобрала. На слух. При этом тональность забыла. Значит, снатина звучит так, в нормальном варианте у Бетховена. И так далее. А я, забыв тональность, подобрала ее в соль-мажоре. И подобрала всю, от начала до конца. Причем старалась, сидела. Вот так. Ну и так далее. Пришла на урок. Дальше пошел спектакль. Екатерина Клавовна говорит, так, а где ноты? Ой, Екатерина Клавовна, вы знаете, я ноты забыла. Ну, я знаю наизусть, сказала находчиво. Ну, играй. Я села играть. И вы представляете, как она реагировала, когда я эту снатину стала играть другой тональности. Она, профессиональный музыкант, все поняла, что я наврала ей про ноты, что я их в библиотеке не взяла, что я подобрала наизусть. В общем, мне влетело отчаянным образом. Я шла домой, размазывая слезы, понимала, что дома тоже влетит. А вот время Екатерина Клавовна звонила домой и говорила, Лена, вот проблемы с ее слухом закончены раз и навсегда. Вы знаете, что она вытворила? Что? Она мне фа-мажорную снатюну притащила в соль-мажоре. А потом было много всякого. Но дети не всегда сразу хотят работать. Удовольствие от музыки они хотят получать, а работать это немножко позже. Это ко мне пришло лет в 11. А вот начало было такое, я вам рассказала. Уважаемая Вера Васильевна, расскажите, пожалуйста, как вы стали ученицей легендарного Генриха Густавича Нигауза? Вы знаете, я когда сейчас вам отвечаю, я думаю, боже мой, сколько в моей жизни связано с мамой. Мама ходила в открывшийся тогда Институт повышения квалификации. Там преподавали наши корифеи, знаменитые профессора Файнберг, Игумнов, Гальденвейзер, Нигауз. Нет слов, как я, с каким благодовением я отношусь сегодня к их именам. Всех помню хорошо. Так наш, я имею в виду Нигауза, отличался, кроме всего, огромным артистизмом. Он сам, во-первых, давал концерты неповторимые, во-вторых, когда он проводил урок, а у него в классе всегда сидело много народу слушающих, он расцветал, он блистал, он очаровывал людей своим огромным обаянием. И мама уже тогда решила, что если я вырасту, стану музыкантом, поступлю в консерваторию, то это должен быть Нигауз. Я ходила на его концерты, мама меня водила, я прекрасно знала, как он выглядит. Однажды встретил его на улице Герца, ныне Большая Никитская, я его узнала. По весне он шел в распахнутом пальто, с пушистой гривой волос, ну, таким, как он всем нам запомнился. Я его узнала и сказала, здравствуйте, Генрих Густавич. Он посмотрел на меня, улыбнулся и сказал, здравствуй, девочка. Это было первое знакомство. Вот, а потом я пошла с учительницей к нему играть с одной мыслью, возьмет или не возьмет. Взял, взял, взял. Слава Богу, мое счастье, что я у него училась. Это в моей жизни очень серьезная, ну, какая-то судьбоносная удача. Так бы я сказала. Вера Васильевна, а кем был ваш папа? Правильно, хороший вопрос. А маме говорю, а папе забыл. У меня очень забавное смешение. Мать чистокровная армянка. Ее звали Гене Ливоновна Асланянц. Она из Ривана. Папа чистопородный, круглосуточный русский. Из Рязани. И вот эта смесь кровей. И Риван-Рязань, понимаете? Папа рос в очень интеллигентной семье, где дедушка пел прекрасно. Его лучший друг играл на виолончели. Бабушка играла на рояле. Это все по линии отца. Папа был настолько одарен к музыке, что я всю жизнь до сих пор думаю, боже мой, зачем же он, вместо того, чтобы стать музыкантом, почему-то получил профессию инженера-экономиста и работал всю жизнь в ЦСПС. Ничего не понимаю. Он по слуху играл первую часть «Лунные сонаты». Ну, понимаете? Он плакал, слушая музыку Рахмального. Ну, вот так вышло, что он не стал музыкантом. Но зато женился на маме, которая была музыкантом. Вот так. Вы помните свое первое концертное выступление? Что вы играли и волновались ли вы в это время? Так. А что называть концертным выступлением? Это тоже несколько жизней. Мои выступления на классном вечере, на Игаузе, это уже было еще какое концертное выступление. Я только поступила и лето. Я привыкла, что учительница мне задавала программу. Так. Я звоню, нахально позвонила на Игаузу. Домой. Генрю Густавич, здравствуйте. Это говорит Вера Горностаевна. Говорит, кто? Я понимаю, что он меня напрочь забыл. То есть взял, написал записку, что он берет меня в класс, уехал отдыхать. Я говорю опять, Вера Горностаева, ну вот я к вам поступила в этом году. А, да, да, душенька, вспомнил. Да, прости, я забыла. Я хотела спросить вас, можно мне играть пятый концерт Бетховена? Он помолчал, потом сказал, ну, почему нет, превосходное сочинение. Я попадаю в совсем идиотское положение. И вдруг он говорит, душенька, запомни на всю жизнь, не важно что, а важно как. Это был первый урок на Игаузу, по телефону. А когда ему принесла Бетховена, вот тут разразилось нечто. Как всегда, сзади сидит полно народу, у него все уроки были открытыми, ну, человек 20-25 сзади сидит. Я начинаю играть Бетховена, первую страницу. И он с первой же страницы останавливает меня, заметив очень инфантильный, детский, наивный вкус, который я, видимо, проявила, и начинает меня высмеивать. Это продолжалось. Ну, сколько? Мне это показалось, что это вечность прошла. Ну, минут 15. Вот от каждого такта он, пародируя меня, он меня учил, конечно, но это было ужасно жестоко, потому что я, первая ученица ЦМШ, самолюбивая девочка, поступила первым номером, и вот те на. вот такое вот. И я ужасно сидела, внутренне негодовала на него. Понимаете? Я не была такая уж прямо робкая. Нет. Я его слушала внимательно, но я очень переживала всю эту ситуацию, да? И наступил какой-то момент, когда я поняла, что или я сейчас расплачусь на уроке, или я ему скажу дерзость. Понимаете? А это было совсем небезопасно. Вылететь из его класса было очень просто. Попасть трудно. Он говорит, играй дальше. Я сижу, молчу. Он опять. Ну, играй дальше. Я опять молчу. Я чувствую, я просто в таком зажатом состоянии, вот у комок внутри. Он так посмотрел на меня. Душа говорит, что случилось? И я ему... Вы знаете, если бы я все умела, я бы к вам никогда не поступила в класс. Причем это было сказано, достаточно с внутренним таким ожесточением. Так, сзади замерли все. Так вот, произошло то, что всегда отличало Нейгауза. Он был абсолютно непредсказуемый человек. Он поерошил свой пушистый затылок, повернулся к уже хихикающим сзади и сказал, а между прочим, она права. И стал со мной заниматься дальше. И потом он мне говорит, ты первую часть выучила? Я говорю, нет, весь концерт. Можешь принести вторую, третью? Я говорю, если скажете, да. Я пришла домой. Я решила, что ни на какие лекции я ходить не буду. К счастью, тетушка моя работала в поликлинике, участковым врачом. Я запаслась справками и поняла, что я буду сидеть дома и заниматься. Я занималась неслыханно, ну, 12 часов, вот буквально, не отходя от рояля. Но когда я к нему через неделю пришла, первой, на кого он бросил взгляд, была я. Он сказал, сыграешь сегодня? А он, знаете, как ребенок, он ужасно любил, что если вот он вложил свой труд, он ужасно жаждал быстрого результата. Он хотел услышать, ну как, ну и что? И когда он в конце сказал, ну что ж, это уже неплохо. Так вот это его неплохо, с польским акцентом, Эл всегда говорил, неплохо. Это его неплохо было дороже всего. Он принял опять совершенно неожиданное решение. Он сказал, ну я думаю, что на этом классном вечере ты сыграешь весь концерт. Концерт огромный, 45 минут. Короче, я вылезла играть на первый классный вечер пятый концерт Бетховена. И последнее. Когда в артистическую приходили люди, поздравляли, вдруг, как шаровая молния, вошел человек, при виде которого все как-то постранились, затихли. Я посмотрела на это лицо бобриком подстриженные волосы, такая тяжелая челюсть, смеющиеся глаза. Он подошел прямо ко мне. Я еще тогда не понимала, что это Борис Леонидович Пастернак, лучший друг Нейгауза. Он подошел, пожал руку и стал меня разглядывать такими глазами, знаете, как вот молодое поколение. Какое ты, молодое поколение? С любопытством к молодому поколению. Он меня разглядывал, изучал. А потом Генрих мне сказал, ты понравилась Борису, он в этом кое-что понимает. Вот это было мое первое выступление. Простите, что так долго рассказываю, оно незабываемо для меня. Спасибо. Спасибо. Уважаемая Вера, вот видите, это мне уже нравится. Скажите, какое влияние на линию вашей жизни оказал великий гражданин и музыкант современности Мстислав Ростропович. О, и вообще, какой он был в жизни. Понимаете как? Мне опять же повезло. Я вообще, наверное, счастливый человек. Мне повезло невероятно. Моя мама работала в музыкальной школе Софьи Николаевны Ростропович. Они были неразлучные подруги. Утро начиналось с того, что они обсуждали каких-то учеников. Мама была помешана на учениках. Это была главная в ее жизни тема. И когда играли мамины ученики, меня одевали в бархатное платье с круженым воротничком, папа покупал цветы, и мы шли на концерт служить маминых учеников и болели за маминых учеников. Так вот, эти разговоры Софьи Николаевны Ростропович, которая была совершенно милейшим человеком, чудеснейшим, были мне привычны с детства. Славку я знала еще совсем подростком. Он в эту музыкальную школу без конца приходил. Все младые учительницы были в него влюблены, потому что он смешил всех так, что валялись на полу. Я помню, то он ставил шарады в музыкальной школе. Шарады, ну, одну я даже помню до сих пор, она называлась «Не в растении я». Не в растении, да? Значит, были разложены какие-то горшки с цветочками, и все в серединке бросали камни мимо этих горшков. Не в растении я это называлось, так шарада. Придумал Ростропович, автор. Вот, вторая была связанная, почему не помню, родами. А, уроды, да, вторая была уроды. У, не помню как, по-моему, все мычали у, это уже я забыла, но роды изображал Ростропович. Вот, ему было лет 16, можете себе представить, что он из этого вытворил. Он лежал на столе, вот, ему накрутили сюда огромное количество тряпок, он, значит, изображал потуги, изображал схватки, у него там, ну, и потом запищал младенец, это все тоже он один. Это все он один, это был целый спектакль. Я была младше его на сколько? Ну, года на три, я думаю, младше. Когда я поступала в консерваторию, он где-то был, да, он же перескочил там через какие-то курсы, он, по-моему, кончал консерваторию. Он говорил, я хочу кончить консерваторию, чтобы начать, наконец, заниматься музыкой. Это тоже по всей консерватории ходило, потому что ему надоело посещать на первом курсе основы ленинизма, на втором курсе историю партии или что-то еще, потом основы политэкономии и капитализма, основы политэкономии и социализма, марксистско-ленинскую эстетику, всех предметов, которыми нагружали студентов в консерватории, просто не счесть числа. Потом Слава сыграл в моей жизни абсолютно судьбоносную роль. Он позвонил с тем, чтобы сказать, что они в Японии, он и Каваками Сан, это президент музыкального фонда Ямахи, они решили основать некую элитную школу под названием Ямаха-мастер-класс. И вот возглавить эту школу и главным педагогом этой школы Слава решила, что должна быть я. Приехала я в Японию с условием, что там и Галя, и Слава в эти сроки будут. И началось. Я послушала взрослых японцев, и они мне показались совсем неинтересными. Лет в 14-15 они только начинали играть с Шопена, и сразу там с третьей баллады. То есть, они не были подготовлены никак к романтической музыке, и сразу начинали ее играть с таких сочинений, как баллады Шопена. Я Слава сказала, я больше сюда не приеду. Это не по мне. Ну что это вообще смешно? Это совершенно не серьезное занятие. Халтурой заниматься не хочу. Он говорит, ты ничего не понимаешь. Ты попроси маленьких. Я говорю, каких маленьких? Ну он говорит, ну маленькие, такие корнюшончики, Славочка. Привели маленьких. Ну маленькие оказались такими, что у меня слюнки потекли. Такими хорошими, такими талантливыми. Я моментально согласилась, еще раз подумала, какой же ты все-таки умница. То есть, я имею в виду Ростроповича, конечно. Невероятная, конечно, голова. И доброта, и понимание ситуации. Ну, об этом человеке, ну, можно говорить бесконечно. И напишут много книг, и будет все равно мало. Это совсем особенный человек Ростропович. Уважаемая Вера Васильевна, я всю жизнь восхищаюсь учителями, и особенно их терпением. Считаю это даром, и даже миссией. Скажите, пожалуйста, а в жизни вы тоже терпеливая? Спасибо. Я, я могу сказать совершенно честно, в жизни я очень нетерпелива. Вот о том, какая раздражительная бываю, вам может рассказать мой муж. Это точно. О том, как часто я взрываюсь по разным пустякам, опять же, знают мои близкие, домашние. Но единственная область, где я никогда не кричу, никогда, я никогда не оскорбляю учеников, я могу очень сердиться и негодовать по поводу того, как они играют, но они никогда от меня не уходят без уверенности в том, что им надо работать, работать, работать. То есть я никогда не давлю в них веры в себя. Вот это у меня, если вы мне задаете вопросы, я как бы заглядываю сама в себя, это у меня, по-видимому, ну, наверное, от мамы. Я не могу вот унизить человека, который пришел ко мне учиться. Ну, это нельзя, понимаете? Три профессии. Врач, священник и педагог. Представьте себе священник, который орет на прихожанина. Ну, что? Или врач, который сердится на больного. Это же нелепо. Поэтому такая же ситуация в преподавании. Я неотерпелива. Абсолютно. Но почему-то в преподавании это никак вот не отражается. Вера Васильевна, скажите, пожалуйста, как совершилось то, что вы, будучи известнейшей артисткой, лауреатом всевозможных конкурсов, перешли сознательно к преподавательской деятельности? И что вас подвигло на это? А вы знаете, я вообще на самом деле никуда не переходила. Я всю жизнь преподавала. Просто сочетание концертной деятельности, а она была очень обширной. Когда я получила премию в Праге, стала солисткой филармонии, и мне стали давать большой зал консерватории, где я играла каждый сезон. Тогда вообще другая была ситуация. Лауреатов было очень мало. В пору, когда я получила премию, их было, по-моему, штук пять. Мы автоматически входили в план союз концерта, тут же начинались гастроли. Были годы, когда я играла 90 концертов в год. Это очень большая цифра. Но это самая большая, скажем так. Я продолжала играть всегда, но это действительно было дико трудно сочетать. Это знают те, кто играют и преподают. Я прекратила играть в 60 лет. Да, в 60 лет. Последний концерт я дала в городе Мюнхене. Я не считаю, что я бросила играть рано. Да почему рано? Нормально. Это, как знаете, в профессии актера, как и в профессии вора, самое главное, вовремя смыться. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас сейчас маленькие ученики? И как вы, если есть, развиваете их индивидуальные способности, не подавляя их своим опытом, мастерством? Я могу и больших тоже подавлять опытом, мастерством, своей индивидуальностью. Это в преподавании, это смертное дело. Этого нельзя делать ни на каком этапе развития ученика. Это первое. Что касается маленьких, видите ли, вы можете протянуть руку и погладить по головке, перед вами сидит маленький, вот как раз. Это мой ученик, ему 12 лет, он в музыкальной школе имени Шопена. Благодаря Ростроповичу у меня огромный опыт. Я же в Японии работаю 20 лет. У меня же два класса. Один в Московской консерватории, второй в Токио. И те маленькие, которые поступили в 9-10 лет, ну, одна из них, может быть, вы ее знаете, Аяко Йохара, получившая первые премии на конкурсе Чайковского, ни больше, ни меньше. Это моя выученица, которая пришла ко мне моложе, чем Волечка. Если вас интересует, он может какую-нибудь безделушку вам сыграть. Пожалуйста. Чего играть-то будешь? Идет листая охота у папаганин? Ну, давай, сыграй. Это маленькая штучка, но достаточно эффектная. Сейчас посмотрим, что он из нее сделал. Идет листая охота у папаганин? Ну, давай, сыграй. Идет листая охота у папаганин? КОНЕЦ 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 Уважаемая Вера Васильевна, вот вы написали очень интересную книгу «Два часа после концерта». Почему она так называется? А, ну я могу объяснить. Дело в том, что я вообще-то не собиралась писать никаких книг. То случилось так. Я тогда в те поры очень много писала. Я вам уже сказала о том, что в детстве для меня чтение книг значило намного больше, чем музыка. Я обратилась к нашему очень интеллигентному соседу и сказала, я слышала по радиопередачку «Гаврош», а потом передачку, которая называлась «Казета». И было сказано, мы передавали отрывки из романа Виктора Гюго «Отверженные». И я обратилась к тем, чтобы мне он принес, у него была большая дома библиотека, он был сосед по даче наш. Он сказал, ну я подумаю. Борис Яковлевич его звали. Но другой день он приехал из Москвы и вручил мне книжку. Я открыла, прочла четыре непонятных слова. «Чарльз Диккенс, Давид Копперфильд». Конечно, мне было трудно понять, что это такое. Он сказал, прочти. Понимаете, я это вспомнила мимоходом потому, что словесность, русский язык, моя родина, словесность для меня, она, если сказать, больше музыки, значит, будет не совсем правда, но не меньше. Не меньше, это точно. В те поры я писала очень много статей в газете, которая называлась «Советская культура». Там была статья об Ашмете, там была статья Марии Гринберг, Плетнев, Рихтер. И на моем горизонте появилась такая журналистка Наташа Зимянина. Она меня звала всегда ВВ. ВВ. Я вас спрошу, напишите книжку. Я говорю, Наташа, ну какая книжка, мне некогда. Давайте сделаем так. Я буду вам задавать вопросы, вот вы уезжаете в поездку, да, вот вы после концерта что делаете? Я говорю, я, идете в гости, я говорю, не, никогда. Я иду к себе в номер, пью чай, читаю. Ага, вот вместо того, чтобы читать, вы будете отвечать на мои вопросы. Когда окончался концерт, я приезжала в номер и после стакана чаю садилась, два часа писала. Это были два часа после концерта, дарованные мне жизнью. Вот вам название, название два часа после концерта. Совершенно честное название. Уважаемая Вера Васильевна, как вы считаете, мужская игра на рояле отличается от женской? Думаю, что да. Безусловно, в тех случаях, когда играет мужчина настоящий, вы отличаете настоящего мужчину от ненастоящего. Я вам скажу еще, на ваш вопрос, очень интересный, кстати, вопрос. Понимаете, Мария Вениамина Юдина, сказать, что у нее была когда-нибудь хоть в одном такте женская игра, это значит просто ее обидеть, да никогда. Она играла совершенно с мужской силой, с мужским интеллектом. Это совсем другое, понимаете. Женская игра. Ну, Марта Аргерич, ну, конечно, она замечательная пианистка. Конечно, в ней женского больше, чем Мария Вениамина Юдина. Чудесная пианистка с врожденной природой, с дивным пианизмом. Но во всем этом все равно есть, скорее, природа такая биологическая, а не интеллект, конечно. Поэтому она очень хорошо слушается с Гедоном Крэмером, моим первым зятем. Вот это прекрасное объединение, потому что Гедон Крэмер может представить интеллект, а Марта дивную совершенно природу. Их слушала я неоднократно в совместных концертах и в Мюнхене, и в Токио. Это великолепный совершенно ансамбль. Вот там сочетается мужское и женское. Окончательно мужской игры или окончательно безнадежной женской игры тоже не бывает. Это совсем вот границу провести я не могу. Что является свойством женственности? Скажите мне. Чуткость, тонкость. Чуткость, тонкость. Пластика, да? Лирика, да? А вы считаете, что в мужчинах этого нет? В мужчинах-пианистах? Есть, конечно. А если нет, так что же? Вы удовлетворены моим ответом? Спасибо. Дорогая Вера Васильевна, вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как складываются ваши взаимоотношения с публикой? Что для вас важнее, ваше собственное ощущение вашей игры или реакция публики? Я никогда в жизни не игнорировала публики. Ее реакция для меня имеет огромное значение. Вот два великих музыканта. Мэттнер и Рахманинов. Вот отношение к публике. Классический пример антиподов. Рахманинов с публикой считался еще как. Я вам скажу, слишком считался. Настолько считался, что в письме к Николаю Карловичу Мэттнеру пишет о том, что вот сейчас вариации на тему Карелли написал. Ну, публике, может, это трудно. Когда начинает кашлять, я делаю купюры. Я сокращаю вариации. Понимаете, вот читаешь и думаешь, боже мой, какое же надо уважение иметь публике. Это ведь не то, что человек жаждет, обязательно понравится публике, гонится за дешевкой, как это у нас часто бывает. Вот такой человек был. Его ближайший друг Мэттнер. Мэттнер относился к публике так. Вот публика пусть живет сама, а я пишу музыку. Я служу Богу. Понимаете как? И это вот, кто из них прав, я не берусь решать. Но, если вы меня спросили, как я отношусь к публике, как Рахманинов. Я все-таки считаю, что в любом случае я выхожу на сцену для того, чтобы публика меня поняла. Если публика меня не понимает, ну, так тогда не надо на сцену выходить. Уважаемая Вера Васильевна, пожалуйста, поиграйте что-нибудь. Спасибо. Да я уже вот сыграла вот на сцене на Бесхове. Вам мало. Вы знаете, я на рояле не играю, ну, я в классе показываю. Я на рояле не играю очень давно. Ну, не знаю, я тут перед началом вдруг вспомнила своего дедушку, о котором я ни слова не сказала. Дедушка у меня был замечательный. Читал мне сказки Пушкина. Я запоминала на слух их. И дедушка всегда просил меня, Верочка, выучишь для меня когда-нибудь Есенью песню Чайковского? Это была его любимая пьеса. Вот. Я выросла, он уже умер. Он у меня так и не услышал осеннюю пьесню. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. И так далее. Как случилось, что вы стали невыездной? Стало. Я была невыездной 18 лет, это немало. Если вы думаете, что я сейчас буду на это обстоятельство жаловаться, вы еще не ошибаетесь. Вот человек никогда не должен считать, что с ними несправедливо обошлись. Не надо. Это лишние мысли, они портят печень и больше ничего. Ну, конечно. А как я стала невыездной? Ну, причин было много. Первое. Я категорически не хотела вступать в Великую Коммунистическую Партию. Я вообще не человек партии. Я вообще не человек клана, никакого. Я не вступлю никуда. Никогда. Я бывала в доме у Святослава Теофиловича очень часто, у Емелья Григорьевича очень часто. Это были мои старшие друзья, которых я боготворю до сих пор. Но я никогда не была, например, человеком рихтеровского клана. Это вот понятие клана для меня чужое. Понимаете? А сам рихтер – понятие высокое. Вот это разные вещи. Знаете, здесь еще что есть? Мои предки и по маминой, и по папиной линии – все священники. И на много поколений назад. Когда я была в Рязани и пошла в Рязанский Кремль, я там обнаружила, впервые заинтересовалась своими предками, надо было бы пораньше, что в начале 19-го столетия настоятелем Бориса Глебского собора был протеерей отец Александр Горностаев. Это был мой прапрапрапредок. То есть по всем генерациям были священники. Понимаете? Последний священник был мой прадедушка. А дедушка уже не был священником, а то бы расстреляли. То есть вот так вот как-то вышло, что стал невыездной. Скрыть от чутких очей советской власти – это обстоятельство было невозможно. Не говоря о том, что у меня в доме всегда висела икона. Висела и все тут, и сейчас висит. Тихвинская богоматерь, она покровитель нашей семьи. Ну что ж, я ее буду менять в зависимости от режима, что ли? Нет, не буду. Это все не нравилось. Еще что не нравилось? Читала запрещенные книжки и даже давала студентам. Еще хорошо, что не посадили это. Это вообще замечательно у меня сложилась судьба. А почему я вам сказала, что я никогда не буду на это жаловаться? А потому что за эти 18 лет я объездила империю, которая называлась СССР. Вы меня спросите, где я только не была. Я проездила все абсолютно столицы, ныне уже отдельных государств. Для меня Таллинн, Вильнюс, Минск, Киев – это все были постоянно посещаемые мною города, где я гастролировала, Душанбе, Алма-Ата, Ташкент. Это я перечитаю только столицы. А там были не только столицы, там были многие города, где можно было и нужно было концертировать. Я надеюсь, что когда-нибудь вернется это к молодым сегодняшним, которые не могут ездить пока что. И когда пришла вот эта вот перестройка, перестрелка, когда всех выпустили, то меня пригласили тут же в Париж. Я была уверена, что я мир никогда не увижу. Увидела. После Парижа поехали. Там Швейцария была, потом 5 лет я работала в Италии, потом 4 года в Мюнхене, потом лет 20 во Франции, в Туре. Каждый год мастер-классы были в Париже. Потом вот с этим Токио меня вовлек туда Ростропович. То есть все произошло как по сценарию. Сначала я объездила весь СССР, а потом я стала ездить по миру. Вот и вся моя биография. Ну и хорошо. Уважаемая Вера Васильевна, а можно попросить что-нибудь сыграть вашего внука? Спасибо. Вот это вот, наверное, будет лучше все-таки. Мой внук играет на рояле, а я только показываю, как играть на рояле. У меня такая просьба, что-нибудь в Шопена, если можно. Да, я сыграю 23-й счет для минор. Ну, для минор-то для минор. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Играет музыка 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 Игра ваших учеников Отличается какой-то особенной аурой Какой-то заряженностью Необыкновенной В связи с этим вопрос Какие качества вы цените В молодых музыкантах Или какие качества Позволяют им стать учениками Вашего класса Какие требования вы к ним предъявляете Спасибо большое Ну первое, что мне кажется очень важным Это вырастить в человеке независимость мышления Чтобы он не по подсказке играл А чтобы в нем проросла собственная личность Собственная индивидуальность Как, это вопрос очень сложный Я не могу сказать, что это мне прям всегда удается Какой-то отрезок времени Приходится все-таки человека Вести как бы за собой Вот вести, вести Но когда замечаешь в нем Собственный посыл Собственный какой-то импульс Что-то выучить То, что ты ему не задавал И то, что он непременно хочет играть Это меня всегда, в принципе, радует Какие качества Ну дальше перейдем К более профессиональным вещам Сразу Умение слышать звук А Умение пользоваться педалью Так, чтобы она действительно Была педаль А не подставка для ног Это тоже серьезная задача Руки Пластика Я очень не люблю людей Которые поздно начинают думать о своем пианизме Которые слишком поздно догадываются О простой вещи Что они безрукие Что рук-то нет А нужно вот, чтобы были руки Мне легче учить Вводя человека в духовный мир музыки Если у него есть природные пианистические данные Мне легче учить виртуозов Которые еще мало что понимают в музыке Чем учить людей Которые много в ней понимают А вместо рук, прошу прощения Что-то совсем не то Вот этим заниматься В том периоде, когда они уже поступили в консерваторию Поздновато Этим надо заниматься Раньше, раньше и раньше Поэтому опыт преподавания в Токио Опыт преподавания детям Вот мальчик, который играл Это все относится к области Чем раньше, тем лучше Он должен понять, что он пианист И он должен научить владеть Своими руками Педалью, звуком Вот этим Аура Ну аура Аура это вещь очень тонкая И она связана Может быть связана с моим отношением Не только к музыке Я не думаю, что музыка у меня Как-то отдельно существует От литературы От живописи От культуры в целом, наконец От духовной жизни Имеется в виду и философия И религия Это все очень связанные вещи Для меня музыка Это она же и религия Я не воспринимаю музыку отдельно От Господа Бога Понимаете как? Наоборот Музыка для меня это прорыв В иное бытие Вот что такое музыка Она больше всех прочих искусств Об этом, кстати, гениально пишет Юдин Вот так, как надо о ней писать Потому что музыка Это переход в то пространство Мы-то живем вот в этом пространстве Все время нас окружает Мышиная возня жизни А есть еще что-то Я не люблю, когда люди занимаются Практической стороной жизни Бытом Это необходимо все Но если это абсолютно оторвано От того, что составляет суть музыки Ну Тогда ему не место в моем классе Просто Я расстанусь с таким человеком Если он не хочет приближаться К чему-то другому Что несет в себе мир музыки Ну, вот так Расскажите, пожалуйста, о вашей семье Чем занимается муж, дочь, зять Ну, конечно, это сказать очень просто Муж Художник Очень хороший, по-моему Акварелист У нас вся квартира в его картинах Вот аура нашей квартиры Дочь замечательная Ее зовут Ксения Вадимовна Кнора Она от моего первого брака Дочь умница Дочь профессор консерватории Превосходная пианистка Превосходный педагог Кроме того, моя дочь подарила мне двух внуков Вот один внук сейчас только что играл Это сын Ксюшиного сегодняшнего мужа Моего тоже ученика в прошлом Профессор в Вильнюсской консерватории Пятрас Генюшес Ну, а Лике я не могу не сказать Может, вы даже ее знаете Лика Крэмер Она, как и ее муж Коля Они кончали у Олега Павловича Табакова А, самое главное Лика родила мне двух правнуков Я надеюсь, что Лукаш тоже не останется Передо мной в долгу Рано или поздно Верносим, в зале внучка и двое правнуков Господи, ну немедленно сюда Лика Лика, помоги Вот, дорогие друзья Это самые лучшие завершающие слова Какие можно придумать к нашей встрече Это Маша, это Антоша Всего вам доброго Спасибо, спасибо Спасибо, спасибо 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 Спасибо